народ всем привет вы на канале лдыстрой story канал про технику и работе собственно на ней но в этом видео я не буду работать на технике я поеду наконец-то чуть-чуть отдохну сейчас тоже собираюсь взял с собой шлем перчаточки под шлемник еду я к своему другу москву на трек дни будем кататься на его машинке потому что так как моя машинка еще не готова еще в процессе еще неизвестно когда она будет готова я уже совсем печались опечалился и тут как бы выпал такой шанс и не надо его упускать я так думаю поэтому собираюсь с раннее утро еду сейчас на электричку потом на поезде до москвы протрясусь немножечко давно не ездил на поездах поэтому как-то так поехали со мной покажу что такое наверное три дни как они проходят ну постараюсь по крайней мере под снять это хотя такой контент не снимал ни разу поэтому посмотрим как она будет так она будет короче погнали в москву поезд двухэтажный что едем потихонечку еще пять часов фигачить как-то так поспать получилось как-то не очень в этом часик поспал на этом то нашли бегать дети и и все проснулся помылся хожу тут брожу ну что я уже на даче своего друга она анатолия и он там сейчас спустится будем готовить этот автомобиль прекрасно опасно надо колесики поменять сейчас на слик чтобы быстро-быстро ездить тормозишки прекрасные депутатчики вообще жир не у меня тоже неплохие конечно но кайф так-то тачка стоковая без каркаса но на ковше на ковшечке в тот который мне ну то есть он мне очень большой поэтому сейчас притащим подушечки каких-нибудь сюда чтобы я сюда уместился чтобы я мог рулить нормально и доставать до педалей потому что то ли конечно опачки опачки но много выше меня и сижу и глубоко то есть я перед собой камера на не покажет но вот мои глаза смотрят приблизительно вот сюда я вообще ничего не вижу от слова совсем и на педали я тоже не могу достать то есть он она слишком завалена назад туда него нужно немножко вперед хотя бы сдвинуть и чуть пониже руль на это вроде как реально а вот сидушку подвинуть вперед нереально короче вон он мой друг то ли принес на специальный облегченный да вот смотри как там внутри значит уже сразу прокладка это уж туда вставляешь ну и типа там но они там когда потеют они потеют на правильные места уханцы правда нет мы сейчас саморезы прикрутим сюда короче то ли я здесь вообще сижу как будто я не знаю тазу это предполагал нормально подушку положим то есть и мы накроем моя вытянута рука только только отжимает эпоху я уже поехал да ну так вот это жир ты говоришь да жирнющий при вот здесь мы не очень здесь чуть так это на жопу наверно да это на жопу с наверно с левой стороны вот этот справа ну поворот хлеба больше хотя улитка как бы должен быть нормальной 3 сколько не есть вместе со сливом можно с ним взвеситься на весах вот в принципе поживет нормально себе это что у нас вообще было задняя левая ну да какие нечистенькие когда на них пусты трек веришь 80 метров пути это прям жирно жирно потому что обычно гонщики после того как погоняют на треке на сликах снимают их кладут в багажник или в салон в моем случае это было едут на гражданской резине тут а тут мне западло это делать поэтому тоже нормально но я тоже кстати ездил на сликах как-то до дома у меня до дома там 30 километров самая комфортная резина это слишком очень мягкая когда ты ешь на треке у тебя получается боевое давление да там порядка там двух очков вот а потом она остывает резина ультра мягкая и на ней вообще нет протектора поэтому она едет почти как мерседес да единственный соблазн когда ты покатался по треку и когда кто-то на обычной дороге хочет с тобой погоняться особенно когда он видит что у слэки когда на светофоре то остановлю останавливаешься начинаешь творить всякую ерунду для этого он только на треке всем раздает на треке вопроса так это тут жирно 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 не жить значит ехать уже как бы нельзя индикатор проще говоря индикатор не сквозное отверстие в резине здесь сидим индикатор уже такой подстерт да она она видно она прям такая под по цвету и внутри у нее все прям такой свежачок свежачок не знаю никак 4 с собой нет смысла вообще брать никакого я думаю парочку возьмем самый жирных заднюю ось может быть а может блин ему просто сложно поместимся если хотя да не чувствуешь багажник 2 и впереди в ноги и в ноги 2 ну да да не лучше с собой взять чем как бы потом нельзя тема потому что но у меня было бывало такое что резинка поребрик можно немножечко проткнуть ровный износ по всем индикатор это у нас заднее правое колесо да мы вряд ли кончим сегодня на самом деле я в общем то запас беру больше для того что ну когда ты агрессивно бордюры атакуешь которые поребрики просто его разорвать да да но у меня есть на резине характерные такие полосы такие типы типа продольных трещин залетаешь на поребрик нажимаешь на тормоз и да да это домкрат с которым мы будем сегодня работать нормальный смотри как крутится раз раз на его еще 10 или дольчиком смазал достаточки надо протереть до ряда вам чтобы не резьба не сорвалась от этой же король тот кто знаешь что кто в детстве на этой мясорубе стоял нормально все получается не вот эту штуку тебя до втыкаешь до проводных говорит править у нас такого нет капнем и домкрат не на серьезно гоночных машинах туда подсоединяешь воздух и она поднимается воздух подсоединяешь работаешь машины нажимаешь кнопку как девятка у нас же не девятка тебя домкрат земли не уйдет нет ух ты какая зебра ага ковер у тебя есть есть да но вчера на поезде приехал прикинь да в москву приехал там новенький такой хороший такой мощный я так и понял ты бы сказал я бы может быть собой взял свой как тебя деньги за это перечислил не помнишь нет знакомый гайковерт вместе с тобой мне не нравится знакомый гайковерт очень классная штука но он работает поменьше чем будет так что там передачка стоит вот камешек у меня есть такой специальный против непрошенных гостей и и идеально подходит под упор колеса ты пишешь ли что надоела точка да у тебя уже все висит куда ты поднимаешь ничего у меня не висит у тебя это как раз висит у меня все стоит тормоза шкив еще нервы ок и норм еще пока эти грузинские колодки грузинские потому что оригинальные колодки у меня как она называет текен текен ваются да ничего про них не буду говорить можете сами ставить пробовать их можно ставить пробовать по гражданке они это какой-то там гоночный состав перед перед самыми жесткими по гражданке на нее наверное нет потому что их надо греть они все-таки жестковат ну по треку у меня оригинальные колодки gbt спорт плюс состава самоуничтожились за две сессии ну я был перегружен как бы у меня было кресло пассажиры и пассажир вот но они просто мы сколько примерно машин тон тонну я не знаю наверно полторы там с учетом того что ну наверно полторы в стоке ну и наверное где-то со всеми распорками со всей этой херней наверное у меня был вес наверное где-нибудь 500 70 тонн и 570 за две сессии оригинальной колодки оригинальная колодка на самом деле в чем засада очень тонкая у нее рабочая поверхность да как бы она очень тонкая ну вот такая вот наверно то есть типа миллиметров 9 она просто тупо перегревается и осыпается на пол жалко я не сняли не снял те у меня я машину немножко откатил назад чтобы посмотреть что там с резиной со всеми пирогами вот у меня там такие дорожки были как будто знаешь как будто порохом как в этих выставе стандартах прям реально вот сантиметр высотой такие то есть там в дисках была реально куча про так кучу булочи лютое то есть это в принципе все колодки которые все колодки которые были они просто высыпали высыпались да это жесть просто дал проблема тяжелых машин потому что я ездил моя машина сколько там весело тонна то на 150 примерно они то на 180 со мной она была первый фокус поэтому я не испытывал таких проблем есть вообще настолько самых дешевых колодках за 2000 рублей на брэмбовских суппортах 4 поршневых спереди но скорость была конечно поменьше чем на этой машине на километров на 20 на 30 есть прямика тормозила все-таки на менее агрессивно чем нежели в этой в этом случае поэтому меня было с этим все просто и легко так поджопа нашел опачки ну вот так вообще кайф очень хорошо я сел сейчас подушечку ищу под опачки под спинку мне нужна подушечка так нет в принципе у меня теперь ножки две подушки там до 2 подушечки под под попой сложное втрое не единственная вот я как этот слишком большой здесь угол у меня по рукам принципе себе ну ты себя притяни ремнями все будет окна все и порешали это к вопросу о том что типа надо ковш под другого человека полностью переставлять или нет не надо главное б безопасность все погнать не на смотрится это вот без меня вот так нормально типа в сервис парке здесь все как хотят так и ставят тачки там есть правда боксы но они стоят денег поэтому нормальные пацаны на площадке готовится гонкам сейчас разгружаем тачку полностью все чтобы ничего там не болталась ничего не мешало лишнего веса не было и все в этом выбираем давление 17 и 5 перед и на 7 назад ну наверно будет хорошо но это не точно это у нас не точно нам кстати попали в обед поэтому стоим будем так ребятки не знаю слышно меня или нет с короче едем с анатолием пристрелочный кружочком не покажут где тут чего куда поворачивать я тут буду аккуратненько сзади сидеть и попробую что-нибудь под снять хоть чуть-чуть валить час мы будем на все бабки но так быстренько прокатимся ха ха не пустили меня прокатиться вдвоем нельзя короче тем более на заднем сидении как я и думал на самом-то деле сейчас шлем оставлю пойду внутри буду смотреть как анатолий у нас прикатывается трассе потом попробую сам потихонечку сейчас вольну так без фанатизма то что уже в руле не сидел пипец сколько да очень долго и в руле не сидела так вот нормально а ну в том году я тестировал первый ford focus который кстати продается кому нужен обращайтесь кольцовой ford focus в семнадцатом году на второе место по итогу сезона меня привез поэтому тачка норм поработать с ней надо но за те смешные деньги за которые я хочу продать это вообще смешно проще даже так что если что пишите то ли помчал сразу же в бой вперед всех еще резиной не прогрел уже пофигачил заучек до тачек до хрена здесь выезжает конечно ужас люди неудобно конечно так как показывать хорошее время здесь ну либо надо в какое-то определенное время есть я так понимаю рано утром приезжать ставить время круга а потом уже дальше спокойно тренироваться как-то так до какого давляка закреп и ты спускаешь 205 он опять нагрета была у тебя давляк был прям хорош практически правильный нет держать был вообще нормальный самом деле если сравнивать с моим фокусом что получается то что она такая более нервная фавороте получается что блин трудно ее как бы заправлять на без стабилизации я не знаю я бы наверное ехал боком везде просто вообще везде если передний привод позволяет ехать как бы стабильно плюс-минус нет и кажется может я просто неприкация заднего привода или никогда не гонял на заднего приводе поэтому мне кажется что задний привод сложнее управлять на метод показалось не знаю мои первые впечатления что задний привод управляется сложнее Не знаю, может это я просто первый раз на треке На заднем приводе вообще в принципе 230 сил здесь Получается мотор Это мощнее, чем мой фокус Намного мощнее Ну как бы там На 40 сил приблизительно Но в весе тяжелее, чем фокус Тоже намного Поэтому плюс-минус тачки я считаю одинаковые Я не думаю, что я бы здесь Показал время хуже, чем это BMW Ну мне так кажется Мне кажется, плюс-минус было бы одно и то же Благодаря моему весу Но есть моменты И к сожалению, я не влезаю по высоте И крепление у меня только на голове И блин, камеру не закрепить Сейчас подумаю, посмотрю, может быть куда-то еще придумаю Закрепить здесь Но пока не вижу таких мест Сейчас кто-ли еще покажет лучший круг Попробует и посмотрю Если там даст еще Может быть еще прокачусь Не даст, ну значит не прокачусь Посмотрим Пока как бы желание такое Вроде есть, вроде нет Так в принципе все плюс-минус понял Тачка нормальная Едущая, руляющая Ну, рулится хорошо Мне понравилось Сейчас надо время показывать У меня хороший уровень топлива Хорошее давление И внутривенное И внутримышечное Поэтому сейчас надо реально и наваливать Пробовать показать Нормальное время Выехать и здесь Короче, цель здесь Все Я пойду Толю хотя бы По старинке на секундомер замерю На трибунах посижу Посмотрю, как он едет Пожелаем Толику удачи Да, не помню Говорил я или нет Блин, мне максимально Некомфортно было В этом громаднейшем Сидении Ковша Сидеть Я реально боролся с тем Что Ну Удержать свое тело Ну вот как в картинге К тому Ну кто знает Кто катался На прокатном картинге Когда садишься в сидение Когда ты как бы Сам по себе Узкий, тощий И садишься в такое Блин, как бы Я не знаю Куда-то в глубину То Ну пипец Это вообще неудобно Это Это очень сильно давит Не сильно давит Это очень сильно портит Время твоего круга Потому что ты борешься Как бы с самим собой То есть я плечом В повороте я плечом Стараюсь упереться в сидение Чтобы у меня как бы Ну Не раз Не колбасило Короче по тачке Как-то так Ну ладно Прокатился Кайф Сейчас может быть Еще проеду Так, ну что Начну я Сразу же Со старта Посмотрим разницу Оп Погнали Посмотрим разницу В круге На прогревочном Прогревочный круг И собственно Боевой круг Не знаю Когда будет чистый круг Вот в этом все проблемы Но С народом Толику не очень повезло Потому что Когда я ехал Народу было Намного меньше И было намного легче В феррари Поехала В феррари Конечно едет хорошо Но она такая Прямо гоночная Гоночная Ну что у нас Уже половина сессии Прошло Семь минут И с половиной Есть положительный результат Два Десять Двадцать Ну понятно Ну понятно Понятно Что с погрешностью Я тут Секундномерие Сижу Но все же Из десяти Чуть-чуть Осталось выехать Цель выехать Из десяти С два Десять Ну это МРВ Еще раз Напоминаю В принципе Есть шансы Сегодня это сделать Если не сегодня То Ну то завтра В принципе Лично для меня Я как бы всегда Следующий день Еду лучше чем предыдущий Если давно не ездил Если ездил давно То По самочувствию Как повезет Короче смотрим Сейчас в принципе Все неплохо складывается У Толи Нормально Ну что не знаю Слышно меня или нет Еду сейчас Остывочный круг Но второй раз Конечно же лучше Пипец Намного лучше Жаль что Нельзя прикрепить Камеру никуда Но у меня есть Телефонная съемочка Небольшая Второго круга Ой первого круга моего Ну а так В общем в целом Конечно кайф Трасса просто космическая Просто бомбезная Офигенная трасса Мне очень понравилась По сравнению с нашей Это конечно День и ночь Ну что у нас День следующий Вчера неплохо Вечерком посидели Отдохнули Проснулись Поели Сегодня Скорее всего Не поедем на этом Боевике Дальше Долбить По автодрому Потому что Сейчас мы Что-то Задолбались Вчера Хотя в принципе Проехали немного Но просто Тяжело было Поддерживать Такой темп Высокий Ну относительно Высокий Для меня Высокий Изготовленная Эта машина Едет 2.13 Ну это мне Там местный Тренер Сказал То есть У нее Как бы Стабильное Время Для хорошего Пилота 2.13 Я еду Почти на 3 секунды Быстрее Ну да У меня Может быть Немножко Побольше Мощности Но у меня Побольше Вес Килограмм На 200 Минимум Я короче Нормально Я короче Тоже Не скажу Что я Прям Вообще Легко Все это Прокатился Из-за того Что я боролся С тем Что У меня Колбасит Посидение У меня Сегодня Как бы Болят Мышцы Шея Болит Руки Болят Плечи Болят Вообще Как бы В принципе Все болит На самом деле Даже Ноги Болят Потому что Я тоже Ими Тянулся Постоянно Куда То не туда Короче Не поедем Давай Взорвем Что-нибудь Давай Бабахни Только не мою Тачку Можно Вот эту Черную Так Ну что Ребятки Собственно Что я хочу Добавить Монтирую Сейчас Для вас Видосик О моей Поездочке На Мрв И Получается Так Что В те Файлы Которые Анатолий Мне скинул Они Очень Много Весят Не знаю Почему Мой Макбук Не позволяет Принять Столько Файлов В таком Размере И поэтому Я не могу Вставить Сейчас Онборды Так что Все Онборды Ну не все Онборды Один или два Там будет Скорее всего У Толи На канале Так что Ссылочки Кому Интересно Вообще Быстрый Круг На Мрв Именно На его Машине Как он Едет То Ссылочки Я оставлю В описании Переходите На канал Посмотрите Как мы ехали Как Толя Ехал Как я ехал Там тоже Скорее всего Будет Онборд Ну и собственно Там Привет Передайте От меня Как то так Всем спасибо Всем пока Пока